Здравствуйте, дорогие одиннадцатиклассники! Сегодня мы будем решать задачи по теме объемы тел из открытого банка заданий ЕГЭ. Для начала вспомним формулы объемов тел вращения, которые вы изучили ранее. Цилиндр, конус, усеченный конус и шар. Некоторые из них понадобятся нам сегодня для решения задачи. Рассмотрим первую старинную задачу. Дано в цилиндр вписан шар. Найти отношение объемов цилиндра и шара. Данная задача решается довольно просто. Отношение объема цилиндра к объему шара равно 3 вторых. Ответ 1,5. Почему так сразу мы можем дать однозначный ответ? Потому что самым главным своим достижением Архимед считал доказательство того, что объем шара в полтора раза меньше объема описанного около него цилиндра. И также относится к поверхности этих тел. Недаром шар, вписанный в цилиндр, высечен на надгробии Архимеда в Сиракузах. Решим первую задачу, которая связана с данным утверждением. Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 18. Найдите площадь поверхности шара. Рассмотрим решение данной задачи, не используя утверждение Архимеда. По построению радиусы шара и основания цилиндра равны. Площадь поверхности цилиндра с радиусом основания R и высотой 2R равна. S равняется. Две площади основания прибавить площадь боковой поверхности. Площадь основания вычисляется по формуле πr в квадрате, а площадь боковой поверхности цилиндра 2πr умножить на высоту h. 2πr в квадрате, прибавить 2πr и вместо высоты подставляем 2r, так как наша высота равна по построению двум радиусам. Получаем 6πr в квадрате. Площадь поверхности шара радиуса R вычисляется по формуле. 4πr в квадрате. Если мы сравним два выражения 6πr в квадрате и 4πr в квадрате, мы заметим с вами, что отличаются они в полтора раза. Значит, в полтора раза меньше площадь поверхности цилиндра, чем площадь поверхности шара. Следовательно, площадь поверхности шара равна 12. ответ 12. Теперь попробуем решить эту задачу другим способом. Опираясь на открытие Архимеда, площадь поверхности шара равна 2 третьем площади поверхности цилиндра. Мы можем сразу однозначно это утверждать. Поэтому площадь поверхности шара вычисляется как 2 третьих умножить на 18, получаем 12. Такое решение намного короче. Рассмотрим следующую задачу, которая соответствует 13 заданию базового уровня ЕГЭ. В бак, имеющий форму цилиндра, налито 5 литров воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке поднялся в 1,2 раза. Найдите объем детали, ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров. Первое, что мы должны вспомнить при решении подобного типа задач, это то, что объем детали равен объему вытесненной ею жидкости. После погружения детали в воду объем стал равен 5 умножить на 1,2, то есть 6 литров. Поэтому объем детали равен 6 минус 5, 1 литр. Если мы переведем в кубические сантиметры, будет 1000 кубических сантиметров. В ответ записываем 1000. Следующая задача, также соответствующая 13 заданию базового уровня ЕГЭ. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает 1,2 высоты. Объем сосуда 1400 миллилитров. Чему равен объем налитой жидкости? Ответ дайте в миллилитрах. Можем заметить, что меньший конус подобен большему с коэффициентом 1,2. И при решении подобного типа задач мы помним, что объемы подобных тел относятся как куб коэффициента подобия. Значит, отношение объема меньшего конуса к объему большего конуса. Это коэффициент подобия в кубе, то есть 1,2 в кубе равняется 1,8. Из данного выражения мы можем выразить объем меньшего конуса, то есть 1,8 необходимо умножить на 1400, равняется 175 миллилитров. Не забываем записать ответ. Следующая задача, которая соответствует уже восьмому заданию профильного уровня ЕГЭ. Боковые ребра треугольной пирамиды взаимно перпендикулярны. Каждая из них равно 3. Найдите объем пирамиды. В данной задаче нам удобно рассматривать пирамиду так, чтобы треугольник АСБ считался основанием пирамиды. Следовательно, СС это будет высота пирамиды, потому что данное ребро перпендикулярно к плоскости основания. Площадь треугольника АСБ, то есть площадь нашего основания, вычисляется по формуле 1,2 АС умножить на СБ по формуле площади прямоугольного треугольника. Значит, 1,2 необходимо умножить на 3 и еще раз на 3. Получаем 9,2. Теперь можем переходить к нахождению объема. 1,3 площадь основания умножить на высоту СС, значит, 1,3 умножаем на 9,2 и умножить на 3, так как высота является нашим ребром и равна 3. Получаем 4,5. Ответ 4,5. Следующая задача. Площадь основания конуса равна С, а площадь ее боковой поверхности равна 2С. Найти объем данного конуса. Объем конуса вычисляется по формуле. 1,3 ПР в квадрате умножить на высоту H. Найдем радиус данного конуса, который соответствует на рисунке отрезку ОА, и высоту, которая соответствует отрезку ОМ. Из условия задачи мы знаем, что площадь основания равна С, следовательно, ПР в квадрате равно С. Из данного выражения можем вычислить радиус. Он будет равен корню из С, деленное на П. Также из условия задачи мы знаем, что площадь боковой поверхности конуса равна 2С. По формуле ПРЛ равно 2С. L в данном случае это образующее нашего конуса. Подставляем в данное равенство выражение для радиуса, которое мы получили выше. Получаем П умножить на корень из С, деленное на П, умножить на Л, равно 2С. Из данного выражения можем выразить Л и найдем таким образом образующую. Образующая равна 2 корень из П умножить на С разделить на П. Теперь по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника АМО мы можем составить уравнение L в квадрате. L является гипотенузой данного треугольника, равна R в квадрате плюс H в квадрате. R и H, радиус и высота соответственно. Выражаем высоту из данного равенства. Высота равна корню из L в квадрате минус R в квадрате. В данное выражение подставляем значения L и R, найденное выше. Получаем после упрощения высоту. Высота равна корень из трех С разделить на П. Теперь в формулу объема конуса подставим выражение, найденное для радиуса нашего конуса, и выражение, которое мы нашли выше, для высоты конуса. Получаем С разделить на 3 умножить на корень из трех С, деленное на Пи. Это и будет нашим ответом. Ребята, домашним заданием к сегодняшнему уроку будет повторение теории и формул объемов тел вращения и решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ. Всего доброго, до свидания. Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами познакомимся с биосферой как глобальной экосистемой. Но прежде всего мы немножечко вспомним с вами географию. Напоминаю вам, что оболочки земного шара или геосфера включают в себя литосферу. Это твердая оболочка Земли, которая имеет разную мощность в разных областях земного шара. Второй оболочкой Земли является гидросфера. Это совокупность всех водоемов нашей планеты. Сюда включаются океаны, реки, моря, озер и так далее. Мощность гидросферы в мировом океане достигает около 4 километров. Максимальная глубина, это Марианская упадина, 11,5 километров. И третья оболочка Земли, это газообразная оболочка Земли. Ее еще называют атмосфера. Она также неоднородна и состоит из трех слоев. Из нижнего, примыкающего непосредственно к Земле тропосферы. Здесь сосредотачивается большое количество водяных паров, которые образуют осадки. Далее на тропосферой до высоты 100 километров располагается стратосфера. Нас будет интересовать с вами нижний слой стратосферы, который называется озоновый слой или озоновый экран. Чем он так интересен? Под действием ультрафиолетовых лучей кислород превращается в свою аллотропную модификацию, которая называется озон. И функция озона заключается в защите от жестких ультрафиолетовых лучей. Таким образом, озоновый экран защищает нашу планету от космического излучения. Ну а выше стратосферы располагается ионосфера. Следующей оболочкой Земли, которая будет нас сегодня с вами интересовать, является биосфера. Она занимается особое место среди всех оболочек нашей планеты. И определение биосферы заключается в том, что это геологическая оболочка, которая заселена живыми организмами. Впервые термин биосфера был введен австрийским ученым Эдуардом Зюсом. Однако он считал, что биосфера — это область преобразования литосферы живыми организмами. Современное понятие биосферы ввел в начале XX века Владимир Иванович Вернадский. Также он является основоположником учения о биосфере. Биосфера, по мнению Вернадского, это живая оболочка Земли. В ее состав входит несколько компонентов. Первым компонентом биосферы является живое вещество или биомасса. Это совокупность всех живых организмов нашей планеты. Вторым компонентом биосферы является так называемое биогенное вещество. Оно создается в процессе жизнедеятельности организма. К ней относятся такие полезные ископаемые, как нефть, газ, уголь и тор. А также, как ни странно, газы атмосферы. Напомню вам о том, что в первичной атмосфере не было такого газа, как, например, кислород. Он появляется в биосфере в результате жизнедеятельности живых организмов, а именно в процессе фотосинтеза. Следующим компонентом, который входит в состав биосферы, является биокосное вещество. Обращаю ваше внимание, что пишется оно без буквы Т. И представляет из себя совместный результат жизнедеятельности живых организмов и небиологических процессов. Классическим примером биокосного вещества является почва. Ну и последним компонентом биосферы является костное вещество. Оно формируется без участия живых организмов, и примерами костного вещества являются базальт, гранит и другие горные породы магматического происхождения. И если рассматривать границы биосферы, то они определяются, во-первых, наличием условий, которые необходимы для жизни различных живых организмов, и отграничиваются так называемыми лимитирующими или отграничивающими факторами. Напомню вам, что отграничивающий или лимитирующий фактор – это фактор, значение которого выходит за пределы выносливости. Таким образом, нижней границей биосферы является верхний слой литосферы до глубины 3-5 километров. Здесь отграничивающим или лимитирующим фактором является высокая температура. Эту границу могут достигать не все живые организмы, а только некоторые очень выносливые организмы, такие как, например, бактерии, которых можно найти в месторождениях нефти и газа. Если мы рассмотрим с вами гидросферу, то гидросфера заселена полностью. Здесь мы не найдем с вами мест, где бы не наблюдалась жизнь. В океане жизнь располагается и ближе к поверхности воды, и в толще воды, и на дне. Таким образом, гидросфера заселена полностью. Верхняя же граница находится в атмосфере. Она ограничивается озоновым слоем, потому что выше озонового слоя уже на живые организмы будут действовать жесткие ультрафиолетовые лучи. Также верхнюю границу, как и нижнюю, заселяют только некоторые живые организмы. Здесь можно встретить, например, споры бактерий. Где же таким образом в биосфере можно встретить максимальное количество живых организмов? А встретить их можно на границе разных средств. Например, литосферы-атмосферы, литосферы-гидросферы и гидросферы-атмосферы. Связано это с тем, что здесь наиболее оптимальные или наиболее благоприятные условия для жизни живых организмов. Здесь наиболее оптимальна температура, влажность, содержание кислорода, а также химических элементов. Нас на сегодняшнем уроке прежде всего будет интересовать живое вещество биосферы. Или я еще раз напоминаю, называется оно биомасса. Почему же? Если мы возьмем массу всех живых организмов на нашей планете и сравним ее с массой земной коры, то она будет составлять всего лишь 0,01%. Однако живые организмы воздействуют абсолютно на все сферы нашей планеты. На атмосферу, на литосферу и на гидросферу. С чем же это связано? А связано это с особыми свойствами живого вещества или биомассы. Итак, обратите внимание, чем же характеризуется живое вещество. Характеризуется оно тем, что, во-первых, имеет большее морфологическое и химическое разнообразие, чем неживое. Во-вторых, для живого вещества характерен обмен веществ. Также представлено оно в биосфере в виде отдельных организмов, которые входит в состав биогеоциноза. Скорость протекания химических реакций благодаря ферментам у живого вещества в тысячи раз быстрее, чем при химическом синтезе. Также живое вещество подвижно. Причем движение бывает двух видов. Оно бывает пассивным и активным. Пассивное движение обеспечивается за счет роста и размножения живых организмов. И оно характерно абсолютно для всех живых организмов на нашей планете. А активное представляет из себя направленное перемещение. И характерно для живых организмов, которые имеют либо органы, либо органеллы перемещения. Это, например, животные и бактерии. Благодаря активному и пассивному передвижению живое вещество занимает все пространство биосферы. И это явление было названо вернадским напором или давлением жизни. Также живое вещество способно к эволюционному процессу и способно к накоплению большого количества энергии. Таким образом, функциями живого вещества в биосфере являются, ну, во-первых, газовое. Живые организмы способны изменять и формировать состав атмосферы. Также они способны к накоплению вещества, поэтому одной из их функций является концентрационное. Помимо веществ, живые организмы способны накапливать энергию, причем они накапливают энергию в основном солнца в процессе фотосинтеза, а затем передают ее по цепям питания следующим живым организмам. И эта функция называется энергетическая. И живые организмы способны разрушать как органические вещества, так и вещества неорганической природы, поэтому следующей функцией является деструктивной. Таким образом, роль живого вещества в преобразовании биосферы или средообразующая роль заключается в том, что, во-первых, они формируют газовый состав атмосферы, во-вторых, они формируют осадочные породы, в-третьих, они разрушают горные породы и, конечно же, участвуют в процессе почвообразования. Итак, мы поговорим с вами еще сегодня об одной из функций биосферы — это круговорот веществ в природе. Обратите внимание на то, что главная функция биосферы заключается в обеспечении круговорота химических элементов, которые заключаются в циркуляции веществ между атмосферой, почвой, гидросферой и живыми организмами. Обращаю ваше внимание, что в этом процессе очень активно участвуют именно живые организмы, поэтому еще круговорот веществ в биосфере называют биогенной миграцией атомов. Мы познакомимся сегодня с вами только с одним круговоротом веществ, это круговорот такого органогенного элемента, как углерод. Для начала давайте посмотрим, где же углерод содержится в биосфере. А содержится он, во-первых, в атмосфере в виде углекислого газа, во-вторых, он содержится в живых организмах в виде органических веществ, ну и также в полезных ископаемых, таких как, например, уголь, газ, нефть и известняк. Причем эти полезные ископаемые биогенного происхождения. Как же углерод из атмосферы проникает в живые организмы? Все происходит очень просто. В процессе фотосинтеза, то есть синтеза органических веществ из неорганических углекислого газа и воды под действием Солнца. Происходит это в живых организмах, а именно в растениях. Затем по цепям питания от растений углерод в виде органических веществ поступает к другим живым организмам, это потребителям органических веществ. Часть органических веществ попадает в литосферу и затем формирует различные полезные ископаемые биогенного происхождения. Также небольшая часть углерода из атмосферы может растворяться в воде, при этом переходя в карбонат кальция и оседать на дне водоемов в виде мела и известняка. Каким же образом углерод обратно поступает в атмосферу? Во-первых, он поступает в атмосферу в процессе дыхания, которое характерно для всех живых организмов. Здесь на картинке не показано, но также большое количество углекислого газа может поступать в атмосферу в результате извержения вулкана. Ну и конечно же в последнее время деятельность человека, а именно сжигание того же угля, нефти, торфа и газа обеспечивает поступление в атмосферу большого количества углекислого газа. Таким образом, вашим домашним заданием будет, во-первых, вы самостоятельно рассмотрите круговорот азота, а во-вторых, вы рассмотрите распределение живого вещества по суше и в воде. Спасибо за внимание, урок окончен. И снова здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Мы сегодня с вами продолжим изучать системы уравнений с несколькими неизвестными и поговорим о системах-следствиях. О чем пойдет речь? Есть у вас имеется. Система следующего вида. И с каким-то из этих уравнений вы выполнили определенное преобразование, которое нарушает равносильность этого уравнения, тогда говорят, что вы получаете систему, которая является следствием записанной системы. То есть о чем пойдет речь? Мы сегодня будем говорить с вами о преобразованиях одного из уравнений или двух уравнений системы, которые обязательно будут нарушать равносильность. Как вам известно, наиболее частые преобразования, которые нарушают равносильность, это возведение в четную степень, это потенцирование выражения, это избавление от знаменателя. Ну, в общем-то, и все. Давайте рассмотрим конкретный пример. Это номер 14.21 под буквой А из вашего учебника под редакцией Никольского. И вам предлагается решить систему вот такого вида. Ну, как мы с вами будем поступать? Во-первых, мы должны сначала с вами разобраться, какие уравнения по виду у вас в этой системе присутствуют. Оба уравнения у вас иррациональны. Если у вас присутствуют корни нечетной степени, тогда для избавления от них вы должны возвести обе части уравнения в соответствующую степень. В вашем случае в квадрат. Но, как вам известно, возведение в квадрат будет нарушать равносильность, и поэтому, чтобы этого не произошло, вы должны обязательно записать ОДЗ, или лучше, систему, которая состоит из условий ограничений. Какие у нас будут условия ограничения? Во-первых, каждое подкоренное выражение должно быть неотрицательным, чтобы запись вообще имела смысл. Значит, х минус у плюс 3 больше либо равно нуля, у минус х плюс 10 больше либо равно нуля. И далее, поскольку, если посмотреть на второе уравнение, в левой части у вас стоит величина неотрицательная, то чтобы вот эта запись имела смысл, нужно, чтобы и эта величина у вас была неотрицательной. Систему мы с вами записали, решать вас все никто не заставляет. Нужно обратить внимание вот на это условие. Оно самое полезное. Почему? Потому что здесь записано неравенство с одной переменной, которая легко решается. Отсюда сразу можно получить ограничение на переменную у, и получим у больше либо раньше, и минус 1. Дальше поступаем стандартно. Возведем обе части каждого уравнения в квадрат. Вот. Получим. Х минус у плюс 3. 4. Здесь у минус х плюс 10. Это у плюс 1 в квадрате. Что дальше? А дальше мы с вами воспользуемся теми методами, которые разбирали в прошлый раз. А именно, я почти сейчас сложу оба уравнения системы, и получу тогда в левой части, вот смотрите внимательно, х и минус х уйдут, у минус у у вас уйдут, 3 и 10, это 13. В правой части, соответственно, 4 плюс у плюс 1 в квадрате. И одно из уравнений я сохраню. Но я сохраню первое, поскольку оно наиболее простое. Разбираемся с первым уравнением. Что отсюда можно получить? У плюс 1 в квадрате. Это 13 минус 4, это 9. Здесь переписываем. Теперь, какой сделать можно вывод, глядя на первое уравнение. Квадрат равен 9, это означает, что выражение у плюс 1 может принимать два значения. Либо тройку, либо минус тройку. Но стоит заметить вот что. Это ваше выражение неотрицательно. Значит, значение минус 3 мы с вами не разбираем. И берем только лишь тройку. Получаем вот такую простую системку, откуда у равен 2. Ну а х, соответственно, у вас будет 4 минус 3 плюс 2. Это 3. Таким образом, решением вашей системы будет являться пара чисел 3, 2. Теперь рассмотрим пример, где будет уже другая методика. В частности, потенцирование обеих частей одного из уравнений систем. Это задание 14, 23 под буквой А. И вашему вниманию предлагается вот такая вот система. Логарифм по основанию 3 от дроби следующего вида. Это логарифм по основанию 3 от произведения. Второе уравнение у нас с вами обычное. Второй степень с двумя переменами. Ну как рассуждаем? Точно так же. Первое уравнение. Ни с простой, ни с сложной структурой, но логарифмы вам мешают. Значит, от них вам нужно избавиться. Избавиться вы можете потенцируя обе части. Но прежде чем это делать, нужно помнить, что логарифм определен только для положительных чисел. Значит, дробь и произведение у вас должны быть величинами положительными. Но на самом деле это один и тот же факт, который говорит о том, что у вас одновременно обе перемены либо принимают положительные значения, либо принимают отрицательные значения. Потенцируем первое уравнение. Второе сохраняем. Ну и смотрим сразу же на первое уравнение после таких преобразований. Что легко видеть? Обе части вот в этом случае можно разделить на х, поскольку х у вас величина строго положительная или же строго отрицательная. Из первого уравнения получаем следующее. Единица разделить на у равно у. Второе переписали. Ну, это уравнение уже совсем простое. Умножим обе части на у. Получаете у в квадрате единица. Тут все переписали. Первое из этих уравнений является простейшим квадратным, имеет два корня. Это 1 и минус 1. Значит, эта система у вас будет развиваться на два случая. Первый случай – у единица. Второй случай – у минус единица. И сразу выполняем подстановку во второе уравнение. Так, будет х квадрат минус 3х равно нулю. Так, здесь мы, соответственно, получаем х квадрат плюс 3х равно нулю. Что дальше? Опять помним про ваши ограничения. Формально здесь это уравнение, это и это будут иметь каждое по два корня. Но, поскольку х у вас точно не 0, можно обе части здесь и здесь на него разделить. И получим тогда вот такие две системы. Ну, которые уже решит любой семиклассник. Так, отсюда х тройка, у единица. Отсюда х минус тройка, у минус единица. Не забываем записать ответ. Так, 3, у нас штамм 1. Первая пара и вторая пара минус 3, минус 1. Ну и, наконец, рассмотрим еще один прием, который приводит к рассмотрению системы следствия. Ну и, наконец, рассмотрим последний прием. Это применение формул. И вашему вниманию будет представлена такая система. Это номер 14.24 под буквой А. Из того же вашего учебника. И система у вас имеет следующий вид. Единичка. Здесь логарифт по основанию 3 от 2х минус у. Плюс логарифт по основанию 3 от у. Это единица. Значит, на что стоит обратить внимание? Оба уравнения системы у вас логарифмические. Значит, сразу выписываем все ограничения. 2х минус у должно быть строго больше нуля. Теперь 2х минус у тоже строго больше нуля. Ну и, соответственно, у больше нуля. Ну, скажем честно, от первых двух условий вам пользы мало, а вот это условия хорошие. Значит, что мы будем с вами делать? Ну, вспоминаем свойства логарифмов. Первое уравнение. Применяем основное логарифмическое тождество. По второму уравнению применяем свойства логарифмов. То есть сумма логарифмов – это логарифм произведения. Единичку заменяем. Получим. х минус у – 1. Здесь логарифт по основанию 3 уже от произведения. 2х минус у множить на у. Это логарифт по основанию 3, числа 3. Что дальше? Ну, и сперва тут же х с вами найдем. Это 1 плюс у. Второе уравнение потенцируем. Получаем у, умноженное на 2х минус у – это троечка. Выполняем подстановку. И получим следующую систему. 1 плюс у. Здесь, соответственно, у умножить так. 2х – это будет 2 плюс 2у. Минус у равно 3. Ну, уже осталось совсем простое действие совершить. Вам нужно привести подобные в скобочках вот здесь. Ну, и, соответственно, раскрыть скобочки. Ну, давайте считать. Значит, 2у. Теперь здесь. 2у минус у – это у. И еще умножить на у плюс у квадрат. Сразу переносим тройку. Это 0. Перепишем в стандартном виде. То есть, начиная с наивысшей степени. Ну, вот, получили мы с вами простейшее уравнение. Квадратные корни находятся легко. Ну, либо кто не хочет применять теорему обратную к теореме Виетта или свойства коэффициентов квадратного уравнения, могут спокойно посчитать дискриминантные эти корни. Что получим? Значит, у у вас единица, а х – это 1 плюс у. Ну, или же у – это минус 3, а х – это 1 плюс у. Ну, дальше. Так, куда написать? Давайте вот эту систему я перенесу вот сюда. Значит, у – 1, х – это 2. Проверяем. Все хорошо. Теперь здесь. Смотрим сюда. У равен минус 3. У вас уже не выполняется одно из условий системы. Значит, у этой системы решения-то будут, но они не будут являться решениями исходной системы. Я надеюсь, полученная вам информация вам будет полезна. И в качестве домашнего задания вам предлагается задание следующее. Во-первых, вы должны разобрать пункт 14.2, то есть разобрать примеры этого пункта и выполнить задание. 14.20 под буквой А, 14.21 под буквой В и 14.24 под буквой В. На сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова